мы теперь прятнемся там ты вытираешь да там что-то вытираешь покажи ты хоть хоть чего вытираешь водичку вытираешь да утро начинается с уборки молодец темк сегодня встал 6 50 поэтому 8 20 через полчаса мы пойдем гулять тимка рано встал и соответственно уже успел навести бардак тарана стоит тот все успевает скажи но я собираюсь и кушать и для вас записываю видео что есть тимка и что ем я не хочет все на мне фокусироваться будем кушать так кратко покажу что у меня каша утинки хлеб сыр мы кстати вчера пиццу заказывали мне нравится вот это вот зодмор пицца утинки сыр с хлебом хлеб сыром и яйца будут вкусный сыр там да мама вкуснятина приготовила батюк давайте попробуем все что есть мы вышли гулять тимка на своем желтом мотоцикле про который так обзора не сниму хорошая погода хоть подышать можно не жара вот меня мне нравится такая погода начало осени он декстом наш там гуляет и вторник после и тимка у нас кофточки в джинсы кстати заметила что в джинсах ему становится едем я заметила что в джинсах ему становится неудобно то есть они высковывают движение там лазить где-то как-то он тяжелее залезает не поэтому я озаботилась покупкой спортивных каких-то штанов тем более в садик нам идти надо какие-то спортивные штаны я полазила по сайту next там очень много прикольных но я еще залезла на тау вот в общем буду сегодня выбирать что что лучше тау или next ну next хороший но у него есть один минус что он очень популярный если как бы все ходят в одном и том же знаю как решу я наверно закуплю сразу сниму вам отдельные видео что мы купим на осень из одежды кстати я сейчас буду продавать одежду тимкину вся в группе контакте 6-9 месяцев кому интересно заходите посылочки внизу и там же тимка ребятки мои зверятки аккуратно вот мы с тимой зашли в магазин и теперь катаемся на карусельках вот здесь у нас частный детский садик катаешься вот там вот за этим домиком цветным наш вот вроде он не не уверен но здесь где-то на жизнь сад который мы будем ходить до мама катаю тимка мать декста расфата он сидит вон тимка играется приехали в парк девчонки наши там гуляют а мальчишки наши вот там гуляют а да на травку письте пойдешь ты на травку письте пойдешь ну давайте группа по письюле надо нам надо мы в горшке они нам будут в горшке в садике они будут на горшок садится спортсмен конечно без пяти минут олимпийский чемпион да практически готовимся к олимпийским наградам всем привет мы едем на мероприятие от вестинг это такой сайт мебели и посуды и в общем всего всего и мы с ними сотрудничаем они мне предоставили определенную сумму для покупки подарка себе же любимый и позвали на мероприятие для блогеров вот и позвали на мероприятие для блогеров там у меня ананаска будет еще и вообще там мы должны готовить вообще уже опаздываю на час я вообще нет вы не подумайте у меня каждое видео начинается того что здрасте мы едем машине мы опаздываем я опаздывать терпеть не могу и раньше я приезжала всегда за 30 минут там везде за час если там машин нету но с появлением ребенка у меня в жизни все изменилось собственно это тоже так вот так вот там мы должны готовить там конечно повар классный и я еду с ребенком поэтому я готовить не буду я буду есть мы едем покушать вот а из подарков я себе выбрала чашки очень крутые чашки я хочу забрать к себе на дачу да но они ко мне приехали по-моему через две недели что-то такое да мы приехали туда петушок привет 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 на петушка смотришь? да там он делает иду 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 вот такая красивая студия смотрите какая полочка носорог у наших друзей такая полочка есть слон носорог вон там мастер-класс происходит вон там Настя стоит ребенка я дала в детскую комнату я боюсь что я через 3 минуты вернусь в общем очень удобно а дальше ребенка получаешь бумажку а там взамен на бумажку получаешь ребенку вот такой удобный обмен пойду поснимаем кормить меня будете? я сейчас не дышу все готовят я пойду проверю как мой ребенок там хорошо я тут хожу волнуюсь хорошо я тут хожу волнуюсь хорошо все сейчас приготовят и будут меня кормить смотрите какое красивое освещение а чуть-чуть чуть-чуть притапливаем по три половиночки после чего на печенье кладем буквально в общем мы поняли что у меня не презентация а я переживаю с ребенка который в детской комнате первое первое дело нам необходимо будет накатать колбасу вот наконец на самый момент мы начинаем лисе готовить какие у нас наличие кто к нам девчонки нет нет смотри какие девчонки готовят что макароны да будем кушать макароны да вкусные будем макароны да посмотрим как девочки готовят ой как здорово мама я пока я покушаю макаронина твою да детской студии называется рома и они даже есть горшок Матенька, ой, как здорово. Бах. Привет. Нет, не снимать тебя? Я не буду тебя снимать. Уйди. Уйди. Куда уйди? Туда уйди? Хорошо, я пойду за столиком посижу. С машинками, да? Здесь остаться? Хорошо. Тогда не говори, уйди. Деловая колбаса. Выключить? Да. Фотоаппарат выключить? Мама должна выключить фотоаппарат? Да. Хорошо. А теперь мы пришли во двор и играем во дворе. Пока хорошая погода, пока лето, надо наслаждаться. У нас, тем более, тут такая тусовка, что вообще классно. Много мальчиков, девочек, машинок, игрушек. И все вроде как дружат. Ой, как здорово. Качаешься. Тебе нравится качаться? Да. Да? А ты сегодня играл в детской комнате? Да. С тетей? Да. Тебе понравилась тетя? Да. Хорошая была тетя. Да. Да. А ты маму ждал? Да. Позвал маму? Да. И мама пришла? Пришла мама? Да. Да. Мама всегда приходит. О, как здорово с пеной играться. Как бы это не специальная пена, это вот такая вот фа. пена не очень как бы органическая, вернее совсем неорганическая. Я хочу какую-нибудь органическую пену найти. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях на пенке. Нам подарили вот такой вот бокал. Я его хочу использовать для смузи. Мне очень нравятся такие бокалы. В нашу квартиру вообще как бы особо не вписываются. Но один будет мой любимый. Вообще мой бокал. Его никто не сможет трогать. Потом нам шоколадку подарили. Это очень хорошо. И подарили еще вот такой вот кухонный. Ну, вообще это полотенце для чайной церемонии. Но мы чайной церемонии не устраиваем обычно. Поэтому будет просто кухонное полотенце. Ну, оно такое белое, красивое. Мне такого жалко. Ну, вообще, чего ему лежать, да? Будем использовать. Очень мне нравится. Очень красивое. Ой, прям вообще. У меня эстетическое удовольствие, когда я смотрю на него. Так, все. Выключил песню. А то она с YouTube заблокирует меня. Да, хотела рассказать про детские истерики. Собственно, мы сегодня с Тимкой гуляли-гуляли. И поскольку я сегодня проснулся не в 6.50, а в 6.30, оказывается, я посмотрела по телефону, что он был уставший. Я его привела прям впритык домой. Он меня что-то попросил. У меня руки заняты. У меня руки заняты. Декстер, коляска. Он хочет на ручки что-то посмотреть. В итоге он сказал, нет, подожди. Сначала положим сумки, потом я тебя возьму на ручки. Это вызвало у него бурю эмоций. Он говорит, нет-нет, пойдем туда. Я говорю, нет, я не могу с тобой туда идти. И вот у нас на этом фоне возникла истерика. Прям вот слеза. Но это был очень важный момент, что тогда ребенок был уже уставший. У нас истерики бывают. Я врать не буду. У нас бывают истерики. И если его прям хватать сразу успокаивать, он, конечно, успокоится. Делать там, что он хочет или искать какой-то компромиссный вариант. Но смысл в том, что он уже готов и должен уметь успокаиваться сам. Когда я ему говорю, что нет, значит нет. Ну, естественно, когда происходит такие ситуации, он должен уметь как-то сам успокаиваться, бахныкать и все. И вот я его учу этому. Он плачет. И пока он плачет, я говорю, успокойся. Он там начинает засихать. Я говорю, ты успокоился? Обязательно спрашиваю. Он тогда еще больше успокаивается. Он там сквозь слезы говорит, да, успокоился. Я говорю, а дайте я возьму на ручки. Беру его на ручки. Он на руках начинает плакать. Я говорю, нет, если ты плачешь, я тебя не понимаю, я не знаю, что ты хочешь. Я его ставлю на пол. Он еще больше кричит. Я говорю, надо успокоиться. И с каждым таким разом он… Ну, я его брала на руки раз 15, если честно. Вот, наверное, так и может больше. Главное – спокойствие. В этом хочется, конечно, не знаю, что сделать. Но спокойствие, успокоиться, ни в коем случае не проявлять агрессию, а думать о том, что вы учите ребенку успокаиваться. Не то, что он вам назло ноет, орет и пытается помешать вам, в общем, что-то сделать, а то, что вы его учите, как успокаиваться. так намного будет проще вам. Вот. Поэтому я его учу. Ну, у нас сегодня ушло, наверное, минут 40 на то, чтобы успокоиться, спокойно договориться с выполнением моих условий, чтобы он успокоился. Вот так вот. То есть, ну, у нас истерики бывают, вот честно, бывают. И, ну, если как бы день гладкий, ничего там не происходит такого сверх, сверх, естественно, необычного, то у нас там все гладко. Если я там прослежу, чтобы мы вернулись домой там точно за полчаса до сна, пока разделись, пописали, помылись, все, потихонечку слегка поиграли и пошли спать, тогда да. А если вот что-то такое происходит, то бывают истерики, если как-то ему не угодить. Но в этом тоже нет ничего плохого, если бывают истерики. Просто надо уметь их решать и научить ребеночка тоже с ними справляться. Вот в садик пойдет, как будет у тебя? Сегодня что-то я увлеклась влогами. Девочки, снимать? Снимать? Ну, напишите, что снимать. Мне так приятно, когда вы просите меня снимать влоги. Так приятно. Все, девочки, на сегодня все. Мы доехали домой. Надеюсь, влог получился не очень коротким, не очень длинным. Вам все понравится. Ну, в общем, буду рада вашим комментариям, как обычно. Всем спасибо большое за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.